В эфире программа вопрос-ответ. Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте. Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть, особенно в жару. Результат в таких случаях оказывается неутешительным. Возникают проблемы со здоровьем, в частности с желудочно-кишечным трактом. Итак, какие продукты лучше всего исключить в жару и как сохранить свой желудок здоровым? Об этом мы сегодня поговорим с ассистентом кафедры пропедевтики внутренних болезней Ростовского государственного медицинского университета, врачом-гастроэнтерологом Владиславом Косенко. Владислав Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Вот летом действительно меняется у многих режим питания. Неправильный рацион может нанести большой урон здоровью. Вот к каким последствиям может привести неправильное питание? Вы абсолютно правы про лето. Как-то принято считать, что заболевания органов пищеварения происходят чаще всего либо осенью, либо весной. Но это не так. И зимой, и особенно летом пациентов не убавляется. Почему летом? Конечно, меняется режим питания. Кто-то едет в отпуск, меняет реально свое местоположение, соответственно, меняя какие-то питательные моменты. То есть употребление жирной, жареной пищи, нерегулярное питание, не в том режиме, в котором человек привык, допустим. Ну и, конечно же, употребление алкогольных напитков спиртных, которые, к сожалению, приводят зачастую к обострению каких-то хронических заболеваний, либо иногда возникновению новых, которых ранее у человека не было. Ну вот как раз в жару действительно важно соблюдать питьевой режим и пить нужно воду. Но многие предпочитают, как Вы сказали, утолять холодными алкогольными напитками жажду. Вот к чему это может привести, если более подробно? Ну, помимо простудных заболеваний, о которых мы сейчас не будем говорить, именно алкогольные напитки, в том числе и холодные, естественно, могут привести, ну зачастую, это чаще всего обострение хронического панкреатита, это обострение желчекаменной болезни. Ну, например, известный факт, что 50% всех хронических панкреатитов обостряется в результате употребления крепких алкогольных напитков, ну иногда даже не крепких, того же пива, допустим. Соответственно, человек попадает в ситуацию, когда либо он находится в домашних условиях, да, либо на работе, либо это вообще другой регион, где ему приходится находить врача, да, или обращаться по скорой помощи, соответственно, чтобы определить, что это такое, почему это возникло, и какие возможные осложнения, которые могут привести это обострение, а не просто обострение этого заболевания. А какие хронические болезни могут чаще всего обостряться именно летом? В летний период чаще всего люди обращаются, конечно, если идет речь о гастроэнтерологической патологии, то это, конечно, инфекционные заболевания, тогда, когда у нас вот сейчас, да, допустим, наступила жаркая пора, высокие температуры, и многие продукты начинают портиться довольно быстро, особенно молочные там, ну и так далее, да, кондитерские изделия. Соответственно, человек прежде всего получает какое-то пищевое отравление, обращается к врачам-инфекционистам, допустим, да, или вызывает участкового терапевта, или педиатра, если речь идет о ребенке. И, конечно, инфекция, она обычно долго не течет, хотя ему, опять же, любое инфекционное заболевание, оно по-своему может быть опасным, это может быть не просто пищевая токсика, инфекция, какие-то более тяжелые инфекционные заболевания. Конечно, здесь нужно посоветовать нашим телезрителям, чтобы они не занимались самолечением, все-таки обратились к врачу. Но если это обычная пищевая токсика, инфекция пищевая, она обычно проходит за несколько дней, понятно, что ее начинают лечить, и, собственно, все заканчивается благополучно. Но после этого человек решает, что он уже выздоровел, все нормально. Но вот к нам, гастроэнтрологам, попадают именно пациенты после инфекционных заболеваний с последствиями. Есть в гастроэнтрологии такое понятие, как послеинфекционный синдром раздраженного кишечника. Он может проявляться и болями, это мог быть неустойчивый стул, как запоры, так и диарея, это выраженный метеоризм, то есть сдутие в животе. И вот уже после этой инфекции, когда вроде человек выздоровел, мы в гастроэнтрологии начинаем заниматься таким пациентом, прибегая к нашим лекарственным препаратам до обследования, и, соответственно, уже начинаем лечить эту патологию, потому что зачастую, даже есть пациенты, которые приезжают в августе и в сентябре, обращаются к нам после летних отпусков, когда, например, в июне вы либо в июле перенесли какую-то инфекционную патологию, находясь там на морском побережье, допустим. Ну, скажите, правда ли, что гастрит нужно заработать? Это либо еда в сухомятку, либо длительные перерывы, частое употребление жирной пищи, соленой, острой? Ну, тут два варианта возможны. Гастрит – это воспаление, как известно, слизистой оболочки желудка. Опять же, он может возникнуть не обязательно только весной и осенью, а и летом на фоне тех же продуктов, которые вы перечислили. Это какие-то агрессивные продукты, кислая, острая пища, маринованные продукты, допустим, какие-то алкогольные, опять же, агрессивные напитки с высоким градусом алкоголя. То есть, соответственно, это может привести к воспалению, возникновению гастрита. Это обострение хронического гастрита, либо возникновение впервые его, когда человек впервые обратится. Другая сторона, и сейчас это доказано во всем мире, что хронический гастрит, его возникновение, либо обострение, как и язвенные болезни, вызывает так называемый микроб, который называется Helicobacter pylori. А чем опасна эта бактерия? Helicobacter pylori на сегодняшний день уже доказано, что около 50-60% зеного шара обсеменена, но не у всех вызывает гастрит и язвы. Но, однако, почти 80-90% всех пациентов, которые поступают на лечение к нам, они определяются у них Helicobacter pylori. Это микроб, уникальный микроб, который любит и живет в кислой среде желудка, где вы знаете, да, у нас соляная кислота, аж 1,5-2 где-то, то там вот как раз таки он живет, он прикрепляется жгутиками своими экслизистой оболочке, выделяет возможные токсины, ферменты, которые как раз таки вызывают это воспаление. А дальше после гастрита это, конечно же, язва желудка, либо 12-перстной кишки. Но самое грозное, что может быть от язвы, это не только сама язва, ее осложнение, прободение, когда происходит перфорация органа, да, и тогда это только хирурги могут исправить уже. Также хирургическое осложнение – это кровотечение, ну и ряд других. То есть этим опасен, собственно, обычный хеликобактер, и на сегодняшний день он относится к канцерогенам, потому что все-таки длительное, да, воспаление поддерживаемое и может привести даже к онкологическим заболеваниям желудка. На сегодняшний день известный факт, что, учитывая, что уже много-много лет, да, хеликобактер происходит, в лечении, да, в рекомендациях есть уничтожение его обязательное, если он определяется у человека. И сейчас количество рака желудка, вот, по последним данным, сократилось. На первое место, например, выходит онкология поджелудочной железы, и в дальнейшем вот прогнозируют, что патология именно онкологическая поджелудочная железа будет возрастать. Но опять же, это может быть связано с чем? С нашими особенностями питания, особенностями продукции, которые потребляют наши пациенты, и поэтому, естественно, вот рост такой вот замечен. Какие симптомы должны насторожить? Что касается гастрита? Ну, основные все, если разделить опять же на две основные группы, любая патология желудочно-кишечного тракта, это, как правило, болевой и диспептический синдром. Сейчас я расскажу, что это такое. Ну, болевой синдром, понятно, что если у человека появляется любая боль в животе, это требует обязательного обращения к врачу, который назначит обследование, и дальше будет лечить уже по ситуации, смотря что оно определится при обследовании. Поэтому любой болевой синдром в животе, где бы он ни был, вверху живота, внизу, в середине… Не обезболивать айти врача? Естественно, потому что, к сожалению, самая большая ошибка, которую наши пациенты… Ну, там что-то… У всех, конечно, дома есть обезболивающие препараты, анальгетики так называемые, которые они принимают и дальше могут сделать только хуже. Почему? Потому что на сегодняшний день известный факт. Нестероидные противовоспалительные препараты, которые сейчас вот очень распространены среди пожилых пациентов, да, у кого есть патология суставов, там, головные боли у кого-то, позвоночника заболевания. Эти все препараты противовоспалительные используются в лечении этих заболеваний, и в том числе как обезболивающие. Соответственно, эти препараты уже доказано вызывают повреждения слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки. Естественно, когда мы будем принимать, и если это уже язва или эрозия появилась, то это будет только ухудшение состояния, приведёт к тем последствиям, которые я сказал, то есть прободение, кровотечение, ну и так далее. То есть, поэтому любой обезболивающий препарат должен быть, естественно, грамотно взвешено, и без врача я бы ничего, никаких болей не купировал с помощью обезболивающих. Тем более, это может быть и не обязательно гастроэнтерологическая патология, а острохирургическая, аппеницит, даже прободная язва желудка, острый панкреатит. Естественно, здесь требует совершенно другое лечение, не просто обезболить и дальше идти на работу, либо гулять. Вторая группа симптомов — это диспепсия. Что это такое? Это наши всякие тошноты, рвоты, тяжести, изжоги, вздутие, урчание в животе, метеоризм, то есть нарушение стула. То есть это вот в целом можно диспепсией. И если эти симптомы также появляются, эта группа, соответственно, нужно обязательно выяснять, почему. Почему вздутие? Это может тоже ряд причин, тот же панкреатит или заболевание кишечника давать. Ну, запоры и диарея, соответственно, это нарушение работы кишечника. Изжога — это верхние отделы живота, то есть заброс содержимого желудка в пищевод, допустим, и тоже небезобидный симптом, как все думают, что… Ну, изжога, да. Выпил какой-то антоцидный препарат, допустим, и пошел дальше. При длительной изжоге воспаление, если постоянно поддерживается в пищеводе, это может привести к чему? К изменению эпителия. Есть такое заболевание в гастроэнтрологии, как пищевод Барретта, по автору, который впервые его описал. Это изменение эпителия. Эпителия настолько меняется, нормальные, в слизистой нижней части пищевода, что, соответственно, это может привести, рассматриваться как предраковое заболевание. Соответственно, вот любая изжога — это непростой симптом. Если он длительно существует или еще добавляется, например, нарушение глотания, как многие приходят, то здесь уже вообще нужно срочно обследовать, срочно делать эндоскопическое исследование, дабы не пропустить переход этого пищевода Барретта, допустим, в онкологическую какую-то патологию. А почему резкое похудение приводит к желчекаменной болезни? Еще очень актуальный вопрос. Спасибо за него, потому что сейчас очень много людей, особенно к лету, опять же, хотели похудеть весной или продолжают сейчас это делать. Ну, похудание, любой эндокринолог, любой диетолог скажет, что это всегда плохо, потому что особенно резкое похудание. И в частности, даже, видите, это вроде как эндокринологическая, диетологическая проблема затрагивает гастроэнтерологию. Из-за того, что у нас в желчном пузыре всегда находится желч, и она выделяется только в том случае, если мы принимаем какую-либо пищу. Соответственно, если человек, представьте себе, целый день ничего не ест, что происходит в желчном пузыре? То есть желч находится в нём и никуда не эвакуируется. Она становится густой, дальше это хлопья, дальше это песок, а дальше из песка формируются камни. И очень молодые девушки, которые приходят на приём, они очень удивляются, что случайной находкой на УЗИ у них является что? Желчий, каменная болезнь, какие-то уже мелкие камни, есть пузыри, и они говорят, я хорошо кушаю, очень редко кушаю, да, то есть небольшими порциями, и очень редко. Вот это слово «редко» — это очень плохо, потому что желчь застаивается, превращается в дальнейший камни. Да, есть препараты, которые сейчас можно применять для растворения желудочной каменной болезни, но зачастую, когда этот камень уже в больших размерах, либо это множественные камни в желудочном, то эти препараты уже неэффективны. И единственный способ избавиться от симптомов, которые, естественно, беспокоят человека, любое движение камня — это резкая боль в правом подреберье, допустим, это те же вздутия, ручания, метеоризм, нарушения стула. Единственный способ, чтобы это убрать, это оперативное вмешательство, это уже хирурги помогают нам. А сколько раз надо в день вот кушать, чтобы всё было нормально? Это раз пять? По рекомендациям диетолога, достаточно трёх, максимум четырёх раз, чтобы желчь регулярно эвакуировалась, и, соответственно, проблем никаких не было. Да, при каких-то заболеваниях, желудочно-кишечного тракта, например, панкреатит или холесистит, или та же желчекаменная болезнь, мы рекомендуем частое дробное питание, потому что небольшие приёмы пищи не будут оказывать сильного воздействия на желудочно-кишечный тракт, соответственно, не будут вызывать его перенапряжение. Но обычно, если человек здоров трёх или четвёртый какой-нибудь перекус, будет вполне достаточно, диетологи меня сейчас поддержат, и вот тоже такому мнению придерживаются. Давайте теперь поговорим, что такое хронический панкреатит и как разобраться в симптомах. Ну, вообще, как панкреатит, это воспаление поджелудочной железы, это уникальный наш орган, очень нежный, очень нами любимый, потому что он принимает огромное влияние на наш организм, оказывает, соответственно, отвечает за выработку инсулина, как вы знаете, и, соответственно, особенно он участвует в пищеварении чем? Выделением своих ферментов. То есть любой наш приём пищи сопровождается выделением ферментов. Соответственно, если происходит воспаление острое или хроническое, с чем мы сталкиваемся очень часто, нарушается, прежде всего, ферментативная активность поджелудочной железы. То есть всё, что человек кушает, поджелудочная железа не переварит в должном объёме, плюс она вся пронизана насквозь маленькими протоками, и любой спазм этого протока вследствие воспаления вызывает резкую боль. Это боли либо спереди живота, это бывают опоясывающие боли, даже дающие в спину, поэтому иногда думают, что это позвоночником какая-то проблема. Или почки, да? Или с почками, да. То есть потому что это особенности радиации, потому что она глубоко залегает в брюшную полость, и, соответственно, она может давать такую интересную боль. Это единственный орган, который даёт такие боли. Поэтому здесь нужно внимательно действительно к этому отнестись, к этому симптому, помимо диспепсии, которая может быть. И вот это воспаление, к сожалению, приводит к тому, что любой приём пищи вызывает крайне негативные ощущения у человека. Это тяжесть, это боль после еды, это отрыжка воздухом, либо привкусом пищи, или воздухом с запахом пищи. Соответственно, как только переваривание нарушается, возникает следующий симптом, это вздутие, вручание в животе. Если уже происходит недостаточность такая внешнесекреторная, то есть ферментативная, то у человека начинается диарея, то есть он начинает шаловаться на жидкий стул. Соответственно, вот такой вот комплекс симптомов, ну иногда при остром панкреатите, если остро брать, ещё и температура, и там уже нарушаются очень сильно анализы крови, то есть изменения выявляются. Но это уже острый панкреатит, всё-таки это хирургическая патология, хроника, это вот боли, диспепсия, и соответственно, всевозможные вытекающие из этого последствия. То есть человек уже не может даже на работу ходить, у него очень плохо, и болит живот. Для чего нужна диета при панкреатите, и какая вот? Как раз-таки, как мы сказали, так как нарушается пищеварение, и нужно дать функциональный покой, чтобы она пришла как бы в норму в себя, поджелудочная железа, ей необходимо небольшой покой, именно функционально со стороны питания. Поэтому в первые дни, как правило, это минимальное питание, дальше на пятый-седьмой потихоньку расширяют, но опять же, это очень маленькие приёмы пищи, частые приёмы пищи, дабы не нагружать её. Параллельно она получает ферментативные и другие препараты, чтобы её привести в функциональный покой. И, соответственно, вот благодаря этой методике, маршруту такому, соответственно, она потихонечку начинает опять приходить в норму свою и врабатывать снова ферменты в достаточном количестве. И симптомы, естественно, у человека уходят. Поша, боль уходит, и вот эти вот сидиспепсии. А полностью можно от хронической перейти в нормальный или нет? К сожалению, да, это хронический уже процесс. То есть мы можем обострение привести в ремиссию. Но если уже человек страдает хронически, импотребит анатонный хронический, что это хроническая патология. Но опять же, если человек будет соблюдать правила, то есть, например, если он нормально питается, как мы сказали, 3-4 раза в день, это нормальные продукты, это в основном домашняя приготовленная пища, либо это качественно приготовленная пища. Если нет алкоголя, как мы сказали, 50% обострений хронических панкредитов, это алкогольные напитки, неважно, тёплые или холодные, любые. Соответственно, если он следит за своим здоровьем, никаких обострений хронического панкредита, у него долго-долго времени не будет. Но пока вот не случится какой-то гастрономический эксцесс, так называемый. Срыв. Срыв, да. Какую пищу, на ваш взгляд, можно назвать бальзамом для желудка? Ну, я всегда придерживаюсь такого мнения, что пища любая, для того, чтобы желудочно-кишечный тракт функционировал хорошо, должна быть сбалансирована по жирам, белкам и углеводам, и, естественно, по калориям, потому что это избыток калорий, опять же, то, о чём мы говорили, это избыточный вес, да, и опять же, это нагрузка на все органы пищеварения, желудочные пузыри, поджелудочную железу. Поэтому идеальная пища, это вот регулярно принимаемая, хорошо и качественно приготовленная из нормальных продуктов, 3-4 раза в день. И если вот именно говорить о бальзаме для органов пищеварения, это измельчённая, либо механически обработанная пища, потому что чем она обработана? Ну, все говорят, что я хорошо пережёвываю пищу, допустим, да, но если она ещё будет вот и приготовленная, там, тефтели какие-то, да, там, кашицеобразная пища, супы, пюре и так далее, то есть она легко переваривается, она хорошо проходит все отделы желудочно-кишечного тракта и не вызывая напряжения этих органов пищеварения. То есть, в принципе, так нужно питаться всем и здоровым. Абсолютно, наверное. Ну, больным, наверное, более строжь диета, да, чтобы сохранить своё здоровье. Наверное, это и есть такие секреты, да? Вы правы, абсолютно. Здоровье. Владислав Анатольевич, спасибо за такой интересный, полезный разговор и пожелаем всем нашим телезрителям здоровья. Я всегда говорю, живите вкусно и не болейте. Как говорят, кто-то ест, чтобы жить или жить, чтобы есть, да? Мы то, что мы едим, да. Да, точно. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. До встречи в нашем эфире. До встречи в нашем эфире.